приветствую всех на канале Мотковод с вами я Ивбак Игорь сейчас один но мои любимые привет привет всем итак друзья сегодня очередная часть масштабного эксперимента зимовка пчел и хотел бы такую небольшую ремарочку сделать в названии видео назову ее как бы основные ошибки которые допускают пчеловоды как бы в начале зимовки и расскажу почему есть ряд пчеловодов которая ну имеет такую практику на мой взгляд это конечно ошибочная практика но тем не менее ребята пользуются ей она их устраивает она им помогает пчеловодстве у них есть от этого позитивные результаты это сборка гнезда на зиму и как бы как это еще назвать и разутепление гнезд или устройстве вентиляции потому что некоторые делают по-разному есть такой метод что вот сейчас уже когда зима начинается как бы холодать ребята идут и начинают сформировать пчелиные гнезда на зиму рамки воротят туда-сюда некоторые разутепляют другие утепляют и тому подобное и я расскажу свое мнение так как вот сейчас настал такой метод некоторые ребята показывают что надо бежать разутеплять соответственно кто-то зрители не понимают этого всего начинают перезванивать спрашивают ты не разутепляешь кто-то разутепляет что делать как делать открывать закрывать сетку что делать снимать пленку сложить пленку что делать что делаешь удел и пытаюсь ответить значит друзья но на мой взгляд последние два или три месяца но два-три месяца грубо говоря пчелы только тем и заняты как подготовкой своего жилища на зиму и мы им в этом помогаем до этого времени мы их подкармливали если надо было скорачивали ну и тому подобное соответственно пчелиная семья собиравшийся как бы зимовать она исходила из тех условий которые у нее были последние два месяца были по наличию там корма по наличию пчел она понимала нужно ли еще дальше сеять или не нужно по заболеваниям различным так как варатоз это тоже может сопутствовать позднему расплоду соответственно пчелы чувствуют себя слабыми они продолжают сеять этот конечно замкнутый круг бесполезен но тем не менее пчелы сеют пчелы рождаются с каждым разом они такой же жизненной силы как и предыдущие так как клещ их грызет этим самым они поедают корма их начинает это тревожить и начинает как бы неприятность и но тем не менее пчелиная семья если там все благополучно все пчелы здоровые они комплектуют свое жилище исходя из ситуации и вот сейчас некоторые ребята считают что надо разутеплить и приходят и начинают открывать сетку или там я не знаю забирать пленку поднимать крышу я не знаю там забирайте что-то откуда-то забирать что-то там делать и чем самым приводят семью как бы внули в понятные обстоятельства вот я вот пример просто нам вижу это в виду так как об этом можно говорить долго так как различные есть факторы и как сказка ну ко всему это не можно привязывать вот я например объясню вот у меня сетчатое дно пчелиная семья в таких ульях где теплая крыша где сетчатое дно в любом случае собирается не так уж и низко как это на теплом ну ну не на теплом но она глухом дне и с скажем так но с обычным улем деревянным они там собираются более ниже она сейчас там но они все-таки немного то выше собираются так как на дне более прохладно и это их под как бы подтягивает ближе к верхней части улья и вот пчелиная семья собралась так и мы начинаем что-то химич начинаем им делать какую-то верхнюю вентиляцию что приводит тому что пчела себе сама нашла вот в данном исполнении улья самое ей более комфортное место она в последний последний расплод как раз как бы гнала его там чтобы сейчас у нее там была зимняя ложа и мы ей каким-нибудь разутеплением заставляем менять это место расположения так как там чилиная семья может себя чувствовать некомфортно и необходимо там или опускаться ниже или что-то куда-то там прижиматься это может привести к тому что пчела уходит с этого расположения где себе формировала зимняя ложа и в конечном итоге не может компактно собираться в зимний клуб так как пчели ну необходимо зимняя ложа для того чтобы монолитно сложиться в зимнем клубе так как пустые ячейки служат для того чтобы пчелы своими телами заполняли эти пустые ячейки потом остальные пчелы были между рамками следующие опять в ячейках следующие опять между рамками и чем делают вот этот шарик монолитным а когда вот пчели мы какие-нибудь там делаем мероприятия или потом просто-напросто берем некоторые есть ребята в это время идут час и вот например тут есть кормовые запасы у задней стенки а тут и вот на 3 там рамках в середине где был последний расплод есть ну как бы пускай будет ладошки открытых ячеек они давай одну рамку переворачивать так одну так одну так одну так чтобы заполнить это место тоже кормом это приводит к тому что пчела в одной рамки залезла в пустые соты во второй нету возможности собраться так как 25 миллиметров там корма в следующей рамке опять есть пустые соты она там пытается и это получается такой но если взять шарик там я не знаю 15 сантиметров диаметром и он каждый там 35 сантиметров где ну как бы прерывается на толщину 25 миллиметров из 35 вернее сантиметров прерывается ну на определенный кусок где корм и получается диаметр шарика из-за этого увеличивается уже пускай будет там не 15 сантиметров диаметре пускай будет 17 18 это приводит к большей площади обогрева и такие как бы различные нюансы как пытались полоску вытащить и застряла у них тут поможем так что друзья на мой взгляд лучше 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 как бы мероприятие подготовки зимовки это в тот момент когда их надо закармливать просто их скоротить до необходимого вам количества исходя из своей практики так как каждый уже для себя понимает какие его семьи какой силы идут зимовать так как местность погодные условия породность пчел в любому пчеловоду который уже призимовал 35 лет он знает что в среднем идет максимум этом 6 рамок 5 или 4 или 7 или 8 или 9 соответственно оставить столько рамок и начинать их интенсивно закармливать это их заставит корм слаживать необходимом месте а расплод себе гнать только централизовано в одном месте где более им он как бы подходит для того чтобы в конечном итоге на этом месте образовать зимняя ложь соответственно и это облегчает работу так как это ну в этом нет нужды сейчас скорачивать вот смысл сейчас лезть и скорачивать пчелиную семью если вы знаете что она в любом если вы в августе знаете что она пускай будет там будет зимовать в декабре месяце или в январе сидеть на 7 рамок соответственно оставить в августе 8 несмотря на то что там сейчас два корпуса пчелы это ничего не значит так как пчела это летная старая на в течение месяца и так все отойдет в тот момент скоротели начали закармливать это рабочая пчела которая сидит на ненужных рамках забила вам те рамки на которых будет зимовать оставили себе зимняя ложа в нужном им месте и все а так кто не скорачивает в августе а начинает скорачивать час это получается начали если закармливать потому что в любом случае большая часть пчеловодов все-таки употребляют для как бы зимовки пчел закормку сахарным сиропом соответственно если закармливать нескороченную семью этот корм может слаживаться в ненужном месте так как они будут все-таки придавать предпочтение более крайним рамкам а в конечном итоге вы потом придете вытащите пчела сносилась на эти рамки а мед сложила ну как будет корм сложила не в том месте где необходимо а сложила его в той рамки которую вы просто-напросто потом заберете так что друзья лучше лучше дать пчели самой это подготавливать а исходя из надобностей дать им нужное количество корма для того чтобы не было позднего расплода лучше качественно обработать может и лишний разок так как как на мой взгляд если делать обработки правильно пчелам вы особо не навредите так что как то так друзья вот у меня вот тут самая маленькая семейка сейчас на нее посмотрим моем на 7 рам до на 7 рамки будет сидеть скорее всего на 5 на данный момент и это улочка еще занят но все равно будет сидеть это на 5 клуб рыхлый пускай себя все друзья на этом буду заканчивать кто-то мне звонит с вами был я подписываемся на наш канал ставим классы кому нравится дизлайки все всем пока пока